Сюжет, который мы сейчас вам покажем, это касается жителей нашего города. Так вот случайно где-то отсняты были эти сюжеты в нашем репортаже. Это случайный репортаж. Мы не проводим таких специальных съемок. Все происходит в реальном времени. Итак, идите. Ты тут живешь? Ну вот здесь, в лесу, да? А где? Нет, ну вот хочу спросить. Вообще, вот у вас есть место жительства определенное? Нету? Вообще? Бомб. Но как существует вообще? Да. Ну как? Как Бог пошлет, так и существует. Как Бог пошлет? Вот не знаю, у меня, наверное, может и есть, может и нету. Я всем даю. Если есть. Знаете, вот мы по многим ходим. Вот возьми, пожалуйста, денежки. Вот. Он дарил вас. Да. Я вот как бы встречаю многих людей, которые мне, понимаете, не безразлично жить людей. А вот почему, вот если не секрет, вы остались на улице? Вас выгнали или квартира, из квартиры прописали или еще что было? Объясни. У меня мама моя. Так. Родная. Я старший сын у нее. А у вас как величайство? Александр. Александр. Очень приятно. Алексей. У меня мама родная мне сказала так. Я когда ее спросил, я говорю, почему ты меня всю жизнь ненавидишь? Она мне сказала так. Как я тебя не хотела? Я говорю, зачем заражала? А меня сережка заставила. Ну, а тех кто? Ну, понятно. Я понял. Вот. И поэтому она меня всю жизнь не любила. И мою квартиру, ну, где вот я вместе с отцом был прописан, с матерью, с сестрой. Сестра с матерью разменяли на двоих. А меня, короче, откинули. Как уж они это сделали, там, как-то через горы с полком, я не знаю. Меня, короче, откинули. Я жил у жены. Вы были женаты, да? Да. Дети есть? Дочка. Дочка, да. И когда я узнал об этом, что они ее разменяют, я приехал, я говорю, мам, ты что сделал? Да, я как? А если я, например, разведусь с женой, мне куда идти-то? Ну, придешь ко мне. А что же еще-то остается? Я говорю, слушай, я на тебя всю водам. Говорю, так, не делайте. Ты что, с матерью судиться будешь? Ну, с другой стороны, как вы? Только с матерью судиться. Ладно, оставим. Вот и все. Нет, а женой ты живет хорошо вообще? Ну как, вы знаете, я был такой, это... Это я сейчас понимаю, что я не прав. А тогда-то я был тухаристый. Да что ты? Да и я тут все сделаю. А ты, если мы разведемся, ты одна останешься. А она-то одна не осталась. А она-то сам уж вышла. А вот я-то остался. Ясно. Ясно. Понятно. И сейчас ваш промысел, вот собирайте, я гляжу, цветной металл. Цветной металл, банки. Чтобы прожить как-то. Чтобы как-то... Кто-то еду оставляет. Ну ладно, эти там... Ну я понял, понял, понял. Вот это вот все тут. Угу. Вот это вот. И какой год у вас это? Это уже пятый. Пятый год? Пятый год. А спиев где? В теплотрассах. В теплотрассах? Больше. Много у вас вот таких вообще-то? Много. Очень? Женщины есть? Есть, очень женщины. Ну... Ребятишки есть? Нет, детей не видел. Детей нет, да? Взрослые? Взрослые, все взрослые. А в церковь ходите? Знаете, я полтора года был в монастыре. Так. В этом... Во пролище. Так, 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 так. Там монастырь Успения Божьего. Так. Ну, там, понимаете, там все бы хорошо было. Все бы здорово. Там и кормят. Там ты и чистый, и одетый. Там у тебя и работа. Никто не напрягает. Ни пассивную работу не дает. Там делают то, что тебе пассивно. Все бы хорошо. Одно только плохо. Хоть бы вот, ну, три тысячи вы в месяц платили бы хотя бы. Там, ну, есть ведь какие-то свои нужды. Да это понятно. Вы, 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 вы все равно там что-то делаете, правильно? Хотя бы три тысячи в месяц платили. Ну, это, это, наверное, из-за того, наверное, наверное, они, скорее всего, подстраховываются тем, что если вам дадут денег, кто-то напьется опять, пойдет. Там и так пьют. А, там и так пьют. Да, там, понимаете, там как делается, платят только специалистам. Например, там, этим, шоферам. Да, там. А, ну, я понял, понял. Модерам поедут. Специализированные люди. Да, 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 да. Им платят. Так они все равно пьют. Угу. А кто-то есть ведь там пожилые уже люди, они с пенсией. Они получают пенсию. Все равно это, все равно не приносят. Это все выпивку, да. Ну, просто там уже сам пить не будешь. Потому что, если хоть раз попался, тебя выставят за ворота. Ну, это же тоже. Да, понятно. Так что, там бы все бы хорошо было. Ну, вот хотя бы, ну, тысячи три, там, пять в месяц платили бы. Есть вещи, которые ты не скажешь другому, там, как нам говорили все. Вы скажите, что вам нужно купить. Мы вам купим. Но есть какие-то интимные вещи, которые не скажешь, вроде как стесняешься. Да. Вот. Ну, я бы сам бы пошел и докупил. А нам не платят. Ну, елки-палки. Вот так вот мучаешься там тоже. Ну, ладно, Александр. Я желаю вам удачи. Может быть, все образумится. Может быть, что-то из себя найдете в какой-то степени нормальной. Вот. Я тут недалеко живу. Я иной раз прогуливаюсь здесь. Бывает, вот, пейзажи снимаю, леса. Я люблю природу. Вот. Встречаю вот таких, как вы, людей. Ну, кто есть, то есть. Что даю, то помогу. Ну, всего хорошего. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok